Что не стоит делать в Грузии, чтобы не разочароваться в поездке? Друзья мои, вот это прям я называю грузинский дзен. Не стоит ждать расторопности от обслуживающего персонала. И не важно, что это, таксист, официант, либо сотрудник отеля. Прежде чем мы продолжим, не забывайте написать комментарий, подписаться на наш канал. Это поможет рекомендовать наш канал другим туристам, которые хотят, так же, как и вы, узнать, что не надо делать в Грузии, чтобы не разочароваться в поездке. В Грузии есть особенность, свой личный колорит. В Грузии есть такое понятие, как, знаете, в Испании есть фиеста, а в Грузии есть, я называю это так, грузинский дзен. И вот, когда вы начинаете ожидать, как в хороших ресторанах Москвы, Киева, Минска, расторопности официантов, то вы можете не дождаться. А раз вы этого не ждете, то вы не разочаруетесь. Поэтому, вот, не стоит ждать в Грузии того, что здесь все будут метаться, как это делают других, может быть, в вашем городе, либо в вашей стране. Здесь все плавно, никто никуда не спешит, все-все получат. И, соответственно, как бы, здесь таксисты могут ехать чуть-чуть дольше, а могут вообще не доехать. Но при этом здесь, в этом есть и свой цимус, как говорят, да. Почему? Потому что здесь очень все круто, но по сервису, ну, так себе. И вот эта расторопность, казалось бы, ну, друг, если ты быстрее придешь, ты получишь быстрее эти, как его, чаевых, ты получишь там это, это. Здесь все очень и очень медленно. Но живите с этим так, как будто в этом есть своя фишка. Вам будет с чем сравнивать. Вместо того, чтобы напрягаться, где этот официант, ощутите красоту этого отеля. Посмотрите, как хорошо вокруг, пока вы ждете такси, а не судорожно набираете телефон, где этот таксист. Не совершайте наших ошибок, потому что мы, поначалу не привыкшие к тому, что вот это будет так. Воспринимали это все, как личную, наверное, обиду, личную угрозу, личную угрозу к тому, что, типа, вот люди обещали к нам приехать, не приехали. Там, гид обещал приехать, через два часа не приехал. Агент недвижимости обещал приехать с утра, оказывается, проспал. Официант несет счет вам, там, не знаю, двадцать минут. Это все так. Это все бывает. И поэтому, живите с этим, наслаждайтесь вкусной едой, вкусным воздухом, дружелюбными людьми и помните, что они никуда не спешат. Так они устроены в большинстве своем. В этом есть свой колорит и мне это нравится.